МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник никто не отменял. На второй день после теракта в Берлине рождественская ярмарка, на территории которой произошла трагедия, возобновила свою работу. Посетители не против. Говорят, разрушение убрали. Можно продолжать праздновать. Мы приехали из Дании, нарочно строили маршрут, по рождественским ярмаркам. И мы рады, что Берлинская опять заработала. Хотя, конечно, смешанное чувство. Мы чтим память погибших, но не будем портить праздник всем остальным, говорят берлинцы. Тем временем, чем больше становится известно о расследовании, тем больше вопросов к следователям. 23-летний пакистанец, которого первым ошибочно обвинили в совершении теракта, испарился. Об этом пишет британское издание Daily Mail, ссылаясь на его родственников. Они опасаются за жизнь бывшего пастуха, который просто не вернулся домой из полицейского участка. Говорят, он и так психически нездоров, но он точно не имеет отношения к религиозным фанатикам и террористам. К тому же, на тот день у пакистанца были совсем другие планы. За несколько часов до происшествия он зарегистрировался в социальной службе и даже получил пособие. Тем временем, полиция обыскивает общежитие, в котором проживал другой подозреваемый в совершении теракта – тунисец. Здание в Эмерихенрайм окружили в среду, до сих пор там дежурят специалисты в штатском. Сообщают, что у него может быть несколько паспортов, и ранее он уже попадал в полицию из-за нападения. Германское издание «Фокус» уже разразилось скандальными размышлениями о том, как этот теракт повлияет на судьбу предстоящих выборов Бундестаг в целом и канцлеров частности. Вывод журналистов – ничего хорошего. Ангеле Меркель эти события не сулят, поскольку нападавший мигрант. А миграционная политика – это то, за что Меркель критикует не только другие политики, но и даже некоторые однопартийцы. Теракт в Берлине стал потрясением для политического фундамента ФРГ, резюмирует «Фокус». И действительно, первыми уже сделали заявление депутаты «Альтернативы для Германии». По словам Маркуса Прецеля, гибель людей на ярмарке останется на совести Меркель. Хорс Дейхофер был более конструктивен. Германия опять должна переписать миграционную политику и нормы сферы безопасности. Звучали также заявления, что Германия находится в состоянии войны. Впрочем, до выборов еще остается время. Несмотря на статус самого чудовищного теракта в новейшей истории Германии, трагедия уже осталась в прошлом. Ярмарка продолжает работу. В США крупный пожар произошел в штате Огайо. Почти пять часов пожарные боролись с огнем, который охватил местный торговый центр. О жертвах не сообщается. Лишь одна женщина получила ожоги. Инцидент произошел по вине рабочих, которые ремонтировали дорогу поблизости. Они случайно пробили газопровод, который поставлял газ в торговый центр. Пламя быстро охватило супермаркет. Сгорела парковка с автомобилями. В американском Нью-Джерси загорелся огромный мебельный магазин. Пожарные присвоили инциденту четвертый уровень опасности. Сразу несколько нарядов примчались на вызов в торговый центр Kennedy Furniture. Густой столб дыма был виден на расстоянии до пяти километров. По данным полиции, погибших и раненых нет, но была парализована работа всего района. Мексиканские исследователи пытаются найти первопричину взрыва на ярмарке фейерверков в городе Туль-Тепеке. На этом месте еще недавно была известная на всю округу ярмарка фейерверков. Во вторник серия взрывов уничтожила торговые ряды и уничтожила жизни трех десятков человек. Десятки пострадали. Что послужило причиной трагедии, неизвестно. Подобные инциденты не редкость в этом городе, но власти пока не запретили торговлю пиротехникой. В Перу чудом удалось избежать большого пожара. Полиция конфисковала целый грузовик. Три тонны фейерверка сомнительного качества и самодельное устройство для запуска. В операции принимали участие порядка двухсот офицеров, но не лишает же стражи порядка праздника. Власти дали добро на утилизацию контрабанды в ближайшей пустоши. Эффект был не тот, что в городе, но офицеры радовались. А в Казани ничего радостного и в грохоте, который сотряс город, не было. Жители города опубликовали в соцсетях видео, на котором слышна городская сирена. Так сработала система оповещения о чрезвычайных происшествиях после, по официальным данным, громкого хлопка на пороховом заводе. Очевидцы говорят, хлопок был такой, что сам завод остался без окон. Есть сведения о минимум одном погибшем рабочем, а на место ликвидировать последствия хлопка приехали 76 спасателей и несколько единиц техники. Volkswagen наконец начал договариваться. Компания нашла компромисс с американскими чиновниками в отношении машин с трехлитровым двигателем. В договоре речь идет о выкупе и переоборудовании машин, а также о компенсации в более чем 200 миллионов долларов. Напомним, дизельный скандал с немецким автопроизводителем продолжается уже 15 месяцев. Теперь компании предстоит выкупить почти 20 тысяч из почти 80 тысяч машин с объемом двигателя 3 литра, в которых было установлено скандально известное устройство для преуменьшения реальных показателей выброса в атмосферу. Таково постановление суда Сан-Франциско, который собственно и легализировал мировое соглашение. Остальные авто Volkswagen может просто отозвать для исправления своего инженерного ляпа. Если же эта акция не будет пользоваться популярностью, компании придется выкупить и остальные автомобили. Больше всего проблем предстоит с машинами 2009-2012 года. Компании надеются, что в случае с новыми машинами удастся обойтись лишь небольшим вмешательством в программное обеспечение. Что же касается штрафных санкций, то автоконцерн должен будет заплатить 225 миллионов долларов в специальный американский фонд и поддержать местную программу экологически чистых авто на сумму в еще 25 миллионов. Бывший президент Израиля вышел на свободу. Мошек Ацава отбыл 5 лет и 15 дней, с положенного срока в 7 лет за изнасилование и непристойное поведение. Тем не менее, камеры зафиксировали, как у ворот тюрьмы его встречали жена и брат. Они обнялись, после чего пробрались через толпу журналистов и отправились домой. Еще перед входом в тюрьму жена сделала короткое заявление для прессы. Это очень эмоциональный день. И действительно, уже дома Маша Ацава встречали аплодисментами и цветами. Сторонники опального экс-президента восклицали, это чудо, хануки, это день великой радости. Напомним, Ацава освободили условно-досрочно, однако предписали посещать ежедневные уроки Торы еженедельно, встречи религиозной группы и также раз в неделю общаться с психосоциальным терапевтом. Ему запрещено давать интервью и работать на любой должности, где в подчинении могут быть женщины. Нефтяники и пожарные пытаются справиться с огнем на нефтепромыслах в окрестностях города Аль-Каяра, расположенного южнее Масула в Ираке. Боевики Исламского государства, запрещенной экстремистской организацией, подожгли нефть при отступлении из этого района несколько месяцев назад. С тех пор дым от пожарищ застилает небо на много километров в округе. Инженер Северной нефтяной компании Ирака Аят Халаф полагает, что пик кризиса уже позади. Хвала Всевышнему, самую трудную фазу мы преодолели и дальше движемся по намеченному плану. Мы взяли под контроль близлежащие скважины, влияющие на окружающую среду. Уже удалось запечатать 7 из 18 подожженных исламистами скважин. Пожар на нефтепромысле не похож на другие. Как только он вспыхивает, тут же превращается в неуправляемый взрыв, поэтому и тушить его сложнее, чем обычный. Исламское государство вывозило до 50 автоцистерн нефти с месторождений в Аль-Каяре и Наджме в соседнюю Сирию. Добыча велась примерно на 60 скважинах. Споры о том, кто и зачем построил Стоунхендж не утихают уже много столетий. Но тысячи людей, каждый год приезжающих сюда в день зимнего солнцестояния, уверены, это место идеально подходит для того, чтобы отметить этот праздник. Язычники, друиды и просто туристы приезжают в графство Уилдшир, чтобы увидеть закат самого короткого дня в году и пережить возле древних камней самую длинную ночь. Историки говорят, для строителей мегалитического комплекса солнцестояние было значительно более важным днём, чем для любого, даже самого увлечённого древними верованиями современного человека. Они сами выращивали для себя еду, разводили животных, чтобы выжить. Зимой им было тяжело. Они были сообразительными и знали, что после этой ночи день начнёт пребывать и жизнь станет легче. 21 декабря световой день в этих местах составляет 7 часов 49 минут и 41 секунду, почти на 9 часов меньше, чем в день летнего солнцестояния. Провести самую длинную ночь в году сюда, как ожидается, приедут от 3 до 5 тысяч человек. Среди них встречаются весьма неординарные личности. Я из Южной Африки. Приехала сюда специально на праздник солнцестояния. Я язычница, ведьма, и для меня нет ничего лучше, чем быть сегодня здесь. Впрочем, для многих этот день — повод взглянуть на памятник культуры ЮНЕСКО в новом для себя ракурсе и окончательно удостовериться. Зима рано или поздно закончится, и тёплые дни уже не за горами. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Время. m-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова